здравствуйте друзья мы находимся на пересечении хайвэй номер один который вдоль океана идет и вот этой улице уходящий туда это 92 хайвэй идущий в кремниевую долину и вот здесь на пересечении такой магазинчик называется half moon bay fish market если кто захочет подойдет и мы туда сейчас направляемся ребята это очень серьезно 12 долларов за фунт цветы по той какого размера это что такое это называется рейнбо крау покажи пальцем где где он где рейнбо это где-то фантастическая рыба вареные креветочки 20 долларов они здоровенные и кальмаров походу слушайте а эти креветки это просто обалдеть 30 долларов просто и гамские стекло немножко запотевшие устрицы давайте вот отсюда пойдем я вот на эти две рыбки слева ценника не вижу а в рыбе я плохо разбираюсь что-то рыбы не скажу и штук с чешуей кальмары за 8 баксов это написано свежий осетр 14 долларов не 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 на ферме выращенный а вот там написано что он пойман диким это даже дорого я сказал так в принципе осетр то если куском брать то в пол цели может стоить на дбс спасибо у меня 13 долларов колебу колебаться как пару так трудиться но вылетел и словно фалтус типа калку не так нет фалтус жирнее фреш кинг салман друзья королевский салман 18 баксов это же филе и получать а вот справа похоже на сало но это не сало это рыба это рыба похоже ага это рыба меч я хотел сказать акула нет это рыба меч 15 баксов рыба меч ну да а вот видите значит за 18 долларов филе кинг салмана а здесь вот такими шматками ну за 15 крабы да да мексиканские негативы но и какие то вот местные да ну господи что ж такое то Да, друзья, облом вышел. Оказалось, что вот эта рыба, которую мы держали за Рейнбоу Траут, оказалась салмоном. И, в общем, а вот эту вот мы брать не захотели. Нам сказали, а хотите вот здесь такая с красным мясом, вот такая она с красным мясом, но копченая. Сейчас мы пойдем на нее посмотрим. Света недовольна. Копченая нам не понравилась. Неудача с рыбой, друзья, не сломила. Нас, как исследователей, мы подумали, а вот тут какая-то таверна рыбацкая, пойдем туда и покушаем. Таверна внутри, друзья, оказалась очень симпатичным таким местом. И люди сидят. Сейчас попробуем. Пришла девушка, бросила нам вот эти. Света, это чипсы, правильно? Я думаю, да. Бросила нам чипсы и говорит, скоро подойду. Светлана изучает меню. Вот, у меня тут тоже оно есть. В таком меню очки нужны другие. Таверна, друзья, не дешевая, но разнообразие невероятное, конечно. Вот. И мы сейчас что-нибудь себе подберем. Единственное, что могу сказать, что вы лучше меня видите, что там есть, потому что вы на большом экране, а я без очков и на маленьком. Эти чипсы, что нам принесли, друзья, это картофельные чипсы. Там собственного, так сказать, изготовления. Они очень вкусные. Хотя могли бы, конечно, соли, наверное, поменьше положить, но очень-очень вкусные. Но они жесткие очень. Я даже не думала, что это картофельные вначале. Да. Картофельные мяки обычно. Те из вас, друзья, кто еще не знает, сейчас узнают, что мы, когда у океана, всегда берем клэм-чаудер. Такой супчик. Его делают по-разному, в разных местах. Никогда не устаешь пробовать разные клэм-чаудеры. К нему такие сухарики. Ну и чаек вот там. Ничего, водичку с лимоном наберем. Вот. Посуда, в которой приносят чай, тоже всюду разная. Вот и основное блюдо, друзья. Это такой бутербродик. Что называется, крабовый салат. Вот тут между хлебушками. И картошечка, и капустка. Я, наверное, картошечку уже больше не буду. А капусту съем. Что, Света, настроение хорошее? А у тебя вот этот бутерброд нравится больше. Суп тебе понравился, Света. Суп понравился, очень много. А, но понравился. Что понравился. Дело время, друзья, пойти сейчас. Возвращаемся в Кремниевую долину. Для любопытных, которые спрашивают, ну и почем, почем перекусили. Отвечаю, 60 баксов. Что, в общем, на самом деле, не безумно дешево. Ну так, ну ничего, ничего, нормально.